Ну что, вышло обновление в Ханкай Стар Рейл вместе с Блейдиком. Давай вместе с тобой разберёмся, стоит ли он твоего звёздного нефрита, а также на что он вообще способен. Падам-падам-падам. Опа! Большой всем тюлени привет! С вами на связи Аркадий и Толкен Вейд. На календаре у нас 19 число. Обновление в Ханкай Стар Рейл, которое принесло нам огромную пачку сюжета с неожиданными поворотами. А кто ещё не видел, что там произошло с Тиньюнь, это будет для вас прекраснейший спойлер, но, блин, как по мне, сценка очень прекрасная. А также, само собой, двух новых персонажей. И первый, уже доступный для всех, для круток, это Блейд. Сразу же напоминаю то, что сегодня в 19.00 по московскому времени мы будем крутить Блейдика на стриме. Если хочешь покрутить с нами, залетай в наш Дискорд, записывайся, а потом уже приходи на стрим, будем вместе крутить, выбивать этого прекраснейшего мужчину. А во-вторых, у нас сегодня на Тюлинн-Сторе появилась возможность доната в Ханкай Стар Рейл по Уиду. Цены чуть-чуть ниже, чем те, которые у нас стоят, поэтому можно будет немножечко сэкономить. Настоящий момент ещё пока на сайт не добавлен, но в ближайшее время добавим, поэтому, если хочешь заказать донат по Ханкай Стар Рейл, то залетай в Тюлинн-Стор, напиши саппорту, мы постараемся тебе в этом плане помочь. Но давай уже перейдём непосредственно к Блейдику, этому замечательному мальчику, который является персонажем разрушения пути, а также в стихии воздуха. Давай посмотрим на его способности, что нам говорят разработчики. Разработчики. Обычная атака, в принципе, базовая-базовая, наносит обычный урон одному противнику. Далее идёт Адский пейзаж. Это его навык, который расходует ХП для усиления его, можно сказать, обычных атак. При этом сжирает, конечно же, одну очку навыков, но оно длится не один ход, а сразу несколько, то есть следующие несколько атак будут усиленными, что достаточно неплохо, и при этом использование навыка не заканчивает ход. То есть мы потом спокойненько прожимаем свою базовую атаку, то есть мы как бы потратили поинт и зарядили поинт, да, и вот так вот у нас получается. Дальше. Сверхспособность. Она достаточно интересная, потому что Адский пейзаж и усиленная атака, она требует ХП от нашего Блейда. То есть Блейд сам себя калечит и наносит урон по противникам. При этом, самое интересное, усиленная атака наносит урон по площади, то есть по нескольким противникам. Сверхспособность устанавливает текущее ХП нашего Блейда на 50% и наносит урон одному противнику и соседним целям. То есть, в принципе, трем противникам можно нанести достаточно мощный урон и при этом отхилиться, либо же наоборот пожертвовать свое ХП, чтобы нанести еще больше урона. Даршуху. Это его пассивка, которая позволяет Блейду накапливать стаки за каждое получение урона по себе. Причем это стакается и от пассивки, и от наших навыков, и от наших атак, а также от урона, который получает Блейд. Как только Блейд накапливает 5 стаков, либо же 4 в зависимости от его эдалонов, то он наносит удар, бонус атакой по всем противникам и восстанавливает себе ХП. Прикольно? Прикольно. А также техника. Атакует противника и после начала расходует свое ХП, чтобы нанести ветряной урон всем противникам. В принципе, мы просто начинаем бой с мощной атаки, которая сразу же подрывает состояние нашего Блейдика. Поэтому, как мы видим, Блейд основан на том, что он себя калечит, и за счет этого наносит больше урона всем противникам. При этом количество поинтов, которые он жирает, достаточно, можно сказать, не позитивное, потому что мы не постоянно используем просто свои атаки. Периодически мы все-таки Ешку раз в 4 хода будем использовать, чтобы хотя бы зарядиться. Но не жадный персонаж, поэтому его вполне можно использовать в разнообразных отрядах, которые жадны. А что нам выдали сюда разработчики? Само собой выдали сигну, которая повышает критшанс нашего персонажа, а также ХП. И плюс повышает урон от нашего персонажа каждый раз, когда мы получаем урон. Круто! Блейд этим занимается постоянно, поэтому ему прям прекрасно. Да, вот эти вот наши навыки. Посмотрим, что у нас в дополнительных следиках есть. Если текущий показатель ХП Блейда ниже или равен 50% от его максимального, его Макс ХП получаемое исцеление повышается на 20%. То есть, в принципе, это для наших хилов, чтобы они могли нас поднимать из мертвого состояния. Урон, бонус атаки, таланты повышается на 20%. Просто 20% от нашей пассивки неплохо. Использование атаки чистаковых мечей на противнике с пробитой уязвимостью восстанавливает Блейду ХП равное 5% от его максимального ХП. То есть, в принципе, мы наносим урон по противнику, которого пробили, и за счет этого лечимся. То есть, весь геймплей строится на том, чтобы не дать Блейду ни в коем случае умереть. То есть, мы будем стараться постоянно поддерживать себя на каком-то уровне. Сет. Сет, само собой, дали ему новый, который у нас доступен сейчас для фарма. Он повышает максимальное количество ХП. Также, когда владелец получает атаку или же союзник расходует его ХП, крит-шанс повышается еще дополнительно на 8% на 2 раза. Просто крит-шанс и просто максимальное ХП. Все, что нужно для нашего Блейдика. Испланарк ему дали салсота, чтобы увеличить урон от наших сверхспособностей, а также от бонус атак. Потому что Блейдик и тем, и тем занимается очень активно. А по статам, как видите, дали такие достаточно неплохие крит-уроновские крит-шансы. Он заливает себе пассивно, поэтому прям неплохо так получается у нас Блейдик. Эй, Далоны! То, что мы никогда не сможем получить, но в любом случае достаточно интересно, что же они умеют. Первый Эдалон. Использованные сверхспособности наносят выбранному противнику дополнительный урон, равный 150% от суммы потерянного в бою Блейдом ХП. Показатель суммы потерянного в текущем бою ХП не может превышать 90% от его Макс ХП. Использованный сверхспособность сбрасывает и начинает подсчет заново. То есть, просто увеличивает урон от нашей ульты. Причем, чем больше урона мы получили, тем больше нанесем в ответку. Очень крутая штука. Больше урона всегда прекрасно. Когда Блейд имеет статус Адский пейзаж, его крит-шанс повышается на 15%. Когда не знаешь, как усилить персонажа, просто дай ему дополнительный крит-шанс из Эйдалона. Тупо, банально, но зато очень просто и вполне действенно. Третье увеличивает нашу сверхспособность, а также талант. Четвертое. Когда текущее ХП опускается с 50 до значения ниже, то есть, когда мы переходим этот рубеж 50%, ХП Блейда повышается на 20%. И этот эффект складывается до двух раз. При этом не говорится, сколько он будет работать. То есть, мы, если дважды опускаем нашего Блейда на меньше 50%, мы получаем 40% ХП дополнительно просто халявно. Вот это сломанная штучка. Из расчета то, что Блейд не фигово так скилится от ХП. Так, урон навыка повышается. И наша шестая Эйдалонка. Максимальное количество уровней статуса заряда поднижается до 4. Это наша пассивка, которая атакует по всем. Урон бонус-атаки таланта повышается на 50% от ХП Блейда. То есть, мы просто будем свои бонус-атакы атаковать прям нон-стопом. Просто нон-стопом и всех разобывать. Кстати, интересно посмотреть именно на сами коэффициенты, потому что Блейд действительно наносит урон и от силы атаки, и от своего максимального количества ХП. Это что касается Даршуху, тот, который пассивный наш. И как раз таки то, что у нас качается чистаковым мечей, который тоже именно скалируется от нашего ХП. То есть, поэтому логично предположить то, что Блейдика нужно будет затаривать максимальное количество ХП. Давайте посмотрим вообще, как он чувствует себя в бою. Начнем, само собой, с Ешки нашей прекраснейшей. Сделали размашистую атаку. Нам здесь предлагают еще раз про него прочитать. Да, вот как видите, мы себе сразу же сбиваем ХП. Уже два сака себе получили. И сейчас будем потихонечку пробивать дальше. То есть, вот смотрите, мы зажимаем нашу Ешку. Мы бафаемся. Подрезали себе ХП. И у нас четыре стака. И смотрите, мы еще раз подрезаем себе ХП. Пять стаков. Наносим атаку. Отхиливаемся. И вот вся вот игра нашего Блейда как раз таки будет строиться на том, то, что мы будем как-то стараться выживать на вот этом вот мелком уровне ХП. В критичной ситуации прожимать ульту, чтобы отхилиться до определенного состояния. И самое, что мне нравится именно в нем, это вот эта вот пассивка, которая отхиливает его. Это его вот какая-то независимость от хилов. Прям очень-очень интересно смотрится. Причем самое, что интересно, то, что этот персонаж прям реально как-то независимо смотрится именно от всего происходящего в округе. То, что да, он разрушение. Поэтому мы у себя в статах, само собой, будем стараться максимальное количество ХП найти, чтобы прокачать нас, само собой. Но у нас есть салсота, у нас есть новый сет, который нам даст еще критов дополнительных. ХП, криты, это, наверное, все, что ему нужно. Ну, само собой, при желании можно насобирать ему дополнительную скорость, которая позволит ему ходить дважды за ход. 135, по-моему, скорости это нужно собрать, но, возможно, это будет достаточно тяжело сделать, если, опять-таки, не упарываться в эти характеристики. Что по отряду? Так как Блэйд у нас все-таки является персонажем, который может позволить себе в отряде прожимать и другим позволить прожимать очки, потому что иначе, как бы, будет очень грустно. Можно попробовать его как саппортом какому-нибудь основному керри, к тому же Циньюню, к тому же персонажу охоты, но можно и попробовать в какого-то соло керри его собрать, там, докинуть ему ту же самую, да, вот как у нас здесь стоит Пелла, которая будет резать защиту противников, поставить еще в дополнение сюда броню, которая будет ему давать дополнительные ходы, что позволит очень быстро использовать его пассивки на урон, и он просто будет нон-стопом нарабатывать свои бонус-атаки, но при этом ему чаще придется прожимать свою Ешку, но, в принципе, это не такая вот беда. Можно поставить Циньюнь, можно поставить и других, ребят, баферов, я думаю, прям вообще вполне очень круто получается, но я, честно говоря, вот когда думал по поводу того, крутить его или не крутить, мне казалось то, что играть на нем будет, ну, немножечко странно и тяжеловато, особенно тяжело будет играть на автобое, который, ну, мягко говоря, особо сильно не думает по поводу того, что ты делаешь и как ты это делаешь, то есть автобой на Блэйде будет чертовски неприятен, потому что все мы с вами знаем то, что автобой, мягко говоря, делает очень нелогичные вещи, за счет которых нам приходится потом расплачиваться шкурой своей, да, то есть Блэйд играет на лоу-хп, и это вот именно как раз-таки тот персонаж, который очень хочет, чтобы ты контролировал его самостоятельно, самостоятельно, ни в коем случае не отдавая возможности управления кому-то другому, но, с другой стороны, когда ты его соберешь в какого-то монстра, то вполне возможно то, что его можно будет и на автобой поставить. Возможно, разработчики что-то придумали тут с автобоем и сделали ему какие-то свои коэффициенты, но, честно говоря, мне так не кажется. А, еще, само собой, напоминаю, что тут как бы чего нам интересного вкусного добавили? Вкусного нам добавили, во-первых, это халявную Юй-кун, которую можно получить за прохождение залов забвения, что достаточно круто, я считаю. Подарок комменты, еще 10 дополнительных халявных круточек, это прям вообще бомбическое, и плюс еще тренировочные задания для стандартных персонажей тоже добавили, и я считаю это прям очень-очень круто. То есть, видно то, что разработчики Ханкая всячески стараются привлечь в свою игру обратно народ, и у них, в принципе, это получается, потому что Ханкай сам по себе, ну, будем честны, игра достаточно приятная, хорошая, блин, стандартные крутки. Эх, как-то прям очень-очень грустно осознавать, сколько у тебя количества звездного нефрита, но это все на кавку. Блэйд, ты мне очень понравился, но, к сожалению, к сожалению, у меня нет ресурсов, чтобы тебя покрутить. Возможно, вам повезет выбить этого прекраснейшего мальчика, если уже выбили, напишите в комментариях, если будете его крутить. Напоминаю, приходите на Тюлень Стор, а также приходите на сегодняшние крутки, будет очень-очень-очень-очень круто, буду рад вас всех видеть. А на сегодня это все, большое спасибо тебе за просмотр, и до встречи в следующем видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова